Так они быстро выскачивают. Ого! Горубая глазая вышла. Стой, стой. Стой, стой. Бегут. Оля, не видно тебя? Да они пришли у меня за хорошие почки. Вот замечательный. Вот они. Вот они. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 10. Вопрос 2341. «Что помогло вам устоять, когда против вас шли статьи в религиозных журналах, когда и свой архиерей душил вас смертно? И что было бы, если бы вы их послушались и принесли покаяние пред ними во всем том, в чем они хотели одержать победу?» Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Игнатий Тихонович Латкин. До 5 главы «Деяния апостолов» не дочитали. И на 2 главе «Деяния апостолов». Нам очень сильно помогла наша стойкость. «Мы никуда не подвигнулись и всех все время поднимали на молитву. И о наших бедах знал весь мир. И Бог коснулся сердца нашего архиерея и совершил из чуда, которое все еще по сегодняшний день продолжается. Ипископ наш сам стал за русский язык. Но нет у меня никакой уверенности в нем, как и в наших двух батюшках, в отце Иоакиме и отце Александре Желтухине, теперь живущем в Потеряевке, что епископ устоит в уже достигнутом им. Потому что даже если будет объединение патриархии с зарубежным синодом, они в первую очередь сойдутся на 100% в обязательнейшем служении только на непонятном народу церковно-славянском мертвом языке. И вот тут все может снова повернуть спять, если наш архиерей не возлюбит Библию, как любил раньше мертвый язык церковный. Похоже вопрос уже отвечен в восьмом томе, вопрос 2167. Цитата. 30 января 1995 год. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Шлю вам Божье благословение. О, если бы оно образумило вас. Увидал пачку бумаги, ну думаю, наконец-то заставил Игнатия ответить. Читаю, читаю, нет ответа. Новая ложь. Жидовское верещание. Ответьте, наконец, хоть на одно письмо. Предыдущее письмо я написал перед поездкой и не успел отправить. Простите. Вы не понимаете ни меня, ни моего служения. И все беседуете со мной вымышленным вами. О делах в других епархиях судите, не зная сути дела. Письма на 12 страницах полно хвостовства. Примеры приводятся не по теме, а попутные. Пишите, что у вас по самовнушению полегчало на сердце. А ведь это способность, присущая бесстыднику. Я же горюю все тяжелее о вашей беспросветной прелести. Болит голова, глаза, сердце, желудок. При всем при этом вы твердите, что это я вас бью. Но надо же, какое одолжение. Он подписал статью и мне соизволил прислать. Если бы только мне, разве были бы угрозы прещения? Ведь вы мне, я-то слышу, в глаза высказываемые мне гораздо более горькие упреки, ложь, претензии. Вы тысячам разослали яд обновленщины. У меня Евангелие на церковно-славянском одно. На престоле. Сколько сотен уже тысяч я на своем горбу перетаскал, чтобы раздавать бесплатно Евангелие на русском языке. Сколько часов я простоял, проповедуя в храме, в школах, в тюрьме, в домах верующих и неверующих, проповедуя на русском языке. Как же вы можете свою ложь сдобрять выдержками из Писания? Прошу вас все же ответить на мой указ и прекратить свое многословие. Это не моя прихоть. Я должен исполнять церковные уставы. Я принимал архиерейскую присягу пасти овец. И только пастырским долгом продиктовано мое письмо, чтобы вас, приходы, барнаульские и потеряевские, вернулись из заблуждения горделивого. Себе не доверяя, не принял самостоятельное решение, но обратился к собору епископов, стоящих в истине. Вы хвастаете встречами с митрополитом Виталием и гневаетесь на меня, что я к нему хочу обратиться как к старшему, опытному, стержавшему молитвенный дух. Как вы считаете себя стоящим в истине и постоянно противоречите сами себе непоследовательны, хвастливы, горды? Как можно муку переписки с вами, не отвечающими, передергивающими, считать прихотью? Не было бы заботы, боли за вас, разве бы я вызывал ваш огонь на себя? Если бы не забота о церкви, какая сила меня заставила бы согласиться на епископство, которое лишило меня всего, что только может приносить отдых, отраду, успокоение на земле? Ведь я добровольно всего лишился, а вы по трафарету шпарите. Вот и ложь да ложь, образумьтесь. Владыка Даниилу, зная наизусть греческий подлинник, дал исчерпывающую справку. Кто из владык, что имел добавить, высказались в мнение, выразили без голосований, которое вообще не практикуется на соборе. Может быть, бывает, когда в исключительных и подходящих случаях. Путь к соборному решению лежит не через большинство голосов, а к поиску истины. Неоднократно архиереи оставляли свое мнение, если пусть и самый младший предлагал свое мнение более верное. Про добавку к символу был разговор в Потеряевке еще до того, как я услышал ее на богослужении. И вы, или отец Иаким, сказали мне, что, мол, в округе и на месте усадьбы были старобрядцы, что и сейчас они есть в общине, поэтому есть просьба оставить истинного. Я обещал вынести этот вопрос на собор и выполнил обещание. Вы мне ставите это в укор. Нечестно, неверно, по-коммунистически. Да как же с вами дело иметь? Не по сей ли причине многие прекращают переписку с вами? Об этом вы сами говорили. Вы же не отвечаете на письмо, делаете пристрастный критический разбор. Критика полезна, пристрастие греховно, переписка бесслышания не принята, бессмысленно, неприятно, простите, бессмысленно. Серьезный вопрос, сможете ли вы заставить себя слышать и понимать окружающих? Я хотел узнать, почему предыдущее письмо вы писали, как и не мне, а придуманному оппоненту. Но вы мне в ответ, то ли иронию, то ли похвалу пустую, Гамалиила еще упомянули, писал, что вы выхватываете кое-что по личным соображениям. В ответ вы, не делая анализа своим письмам и статьям, отфутболиваете эту фразу против меня. Ваше слово «традиция» в большинстве случаев видится как гроб, как старообрячество. Но ведь традиция – это начало и конец воспитательного процесса. Это перечень и состав книг, вошедших в Библию. Это частная и общественная молитва. Это религия. Это все, что отличает человека от животного. Это память человечества, соединяющая его с Творцом. Только искаженное нововведение отступничества, входящее в привычку, есть порочная традиция, цитата, «от начала же не было так». Христос обличает фарисеев не за сохранение традиций, а за подмену их. Заповедано так, а вы подменили. В вашей же интерпретации, когда традиция вам не нравится, тогда это гроб. А если нравится, то взять ее можно где угодно и из сундуков старообрядцев, имя которое вы в нужном для вас случае употребляете как страшное ругательство. «Ваша тема-то о смирении беспроигрышная, да и поиздеваться позволяет над ревнителями Христовой истины». Да, тема беспроигрышная. Это первая заповедь блаженств, без первой ступени других не одолеть. Без смирения христианства не существует, а может быть лишь обман, антихристианство. Смирение – это сущность явления в мир Спасителя. Каким иезуитским способом можно противопоставить ревность о Христовой истине, смирению первой христианской добродетели? Только исказив истину, гордость в любом случае – это искажение, преступление. И потому гордому Бог противится, смиренным же дает благодать. Пересмотра положения о перекрещивании вы можете добиваться лишь одним путем – вновь заставить меня поставить этот вопрос перед собором, пока мест ни в коем случае не допускать своей воли. Правило вам такое – крещенных обливанием с троекратным возливанием воды и призыванием имени Святой Троицы не перекрещивать. Особые случаи представлять на мое усмотрение. Это мнение, которое может изменить только равный или больший собор. То же самое о русскоязычии. Меня этот вопрос касается больше вашего. Однако недостатки не устраняются, а усугубляются беззаконием и свое мнение я не считаю правилом, превышающим соборное определение. Посылать в потеряевку людей на проверку или для закалки – идея не моя, или ваша, или отца Яакима. Приехал некий человек, просил послушания. Посылаю к вам дать полной характеристики с печатью «не имею права, не зная человека». Вам подавай испытанного и проверенного. В такой помощи не нуждаюсь. У себя пристраиваю всех по возможности, хотя и трижды уже обкрадывали. Впрочем, до того, как вы определитесь, кому подчиняться, своей ли воле или церкви, которой я принадлежу, у нас не будет никаких взаимоотношений. Навязываться вам не желаю, а вы никак не можете остановить своего потока подозрений, что какая-то корысть в моей опеке над вами – это моя обязанность. Неужели вы допускаете мысль, что совершенный компьютер, в который очень легко ввести программу с заповедями Божьими и церковными канонами, будет правильнее отвечать на вопросы, чем простец христианин, имеющий сердце сокрушенное и видящий все множество своих грехов? По вашим писаниям, это так. Епископ Евтихий написано 17 января 1995 года. Далее Игнатий Тихонович комментирует. Не хочется комментировать, чтобы не задеть тщеславие епископа, тем более, что он серьезно болен. Конечно же, простец, знающий только свои грехи, есть пенек неотесанный, он глуп и ничего не ответит, а компьютер даст тебе абсолютно точный ответ. Архиереи страшно боятся образованного народа и жмут на исповеди причастия, им абсолютно претит видеть кого-то в знании рядом с собой. А уж если кто-то вперед вырвался, то и по смерти такого будут проклинать. Псалом 36.10 Еще немного и не станет нечестивого. Посмотришь на его место и нет его. Нам здорово помогла эта неразбериха с объединением, сплошная катавасия и им пока не до нас. Потом они и с нами снова начнут разбираться, откручивать головы. А пока что там неразбериха между собой, у нас как раз среди этой туманной истории с объединением и вышли все труды. Теперь уже все позади и мы молимся, чтобы только не умерло начатое пробуждение. Люблю математическую точность, чтобы вызвать удивление и страх. Насколько мудро, выверено, прочно, хотя все видимое – скоротечный прах. Насколько в буквах священное писание рассчитано на главы и стихи. Для красоты наш череп скрыт под волосами, фиксирует рекорды у блохи. Все наши кости, жилы, плоть и кровь подсчитаны, занесены в реестры. Уменьши на молекулу и тем разверзнешь ров, и на бессмертное легко поставишь крестик. Один Господь, Он и Его восущий, у нас одна душа бессмертная и тело, и жизнь всего одна. Стон на навозной куче, их нужно сохранить, в проект войти умело. Три на земле, и три всегда на небе, Отец и Сын, и Дух Святой вовеки. И этот Бог дал Библию, не требы, вершат историю герои, не калеки. Подсчитано количество святых. Конечно, не по спискам в лжерегистратуре следы беспутные погибших и слепых, молитву воскуряющих и тех, кто курит. Нам три окна варварины известны, Евангелистов четверо, а остальные ложны. Одна Христа Голгофа, к ней доберется честный, Там два меча, навек заправленные в ножны. Цветут однажды вешние цветы, Осемененные евангельской вестью. Из них нам мачты, Дивные кресты, Пыльцою слово опыленный крестик. Нам семьдесят отпущено годов, Неплохо бы еще добавить семь. Но со скалы орел Подняться ввысь готов, мы отойдем. Но как, когда и с чем? 30 июля 2004 год, Игнатий Лапкин Ну вот к этому маленько добавлю. Никто бы не знал такого гневного письма, ни один человек, если бы я его не сохранил. Но самое гневное, самое поносное, я все публикую. А почему, спрашивают? Мне не раз говорили. Какие против меня показания на суде были? Так ни один бы человек не знал. Я нет. Это мои слушатели, моя клиентура. И я уважаю ее. И стараюсь, чтобы люди сами могли сделать вывод. После этого с этим нашим епископом произошла практически катастрофа. Он еще, когда там были на съезде, на соборе, там за рубежом, и батюшка, отец таким был. И он говорил, никакого объединения, даже говорить не надо. И вдруг утром все перевернул по-другому. На него смотрят, как будто другой. То есть, скорее вписаться там, где по-другому будет. Но я же не хочу сказать ради кормежки. Он очень бедность любит. Но дело так. Всех поразил буквально. И когда этот собор объединений был, наш там Виктор Андреевич был, Яковлев, врач. И он рассказывает, на магитофон не разрешали ничего записывать. Ходили по рядам, смотрели, отбирали. Явно дело, что это за кулиса. Значит, она была не как-то при помощи президента Российской Федерации Путина. А у них что? Да совсем мало людей остается. Они тогда, надо скорее вписаться в патриархию. И вот он с чего говорил, а мы-то как раз и остались единственные, которые ни с места не сдвинулись. Все, что он говорил, все против него и обратилось. Так речь-то шла об языке. Всего лишь об языке. И как-то батюшка приехал. Смотрит, там сидят священник, там кто, и дьякон. А где-то там в архиереи или где, один слушает архиерея, а что? Что-то заупокойное там. А почему? Ну, потому что он, говорит, перевел на русский язык. То есть то, что он говорил против русского языка, против него все и обратилось. И вот сейчас мы, как бы, уже разные, пять лет он оставался еще у нас епископом, когда, ну, как бы, переходной период, а мы ни с места не сдвинулись. Но когда ездили в миссионерскую поездку, у него останавливались там, получали благословения, ночевали, по-хорошему все, как будто никогда не было. Но это я оставил показать, какие метаморфозы могут происходить в человеке. Вот там люди приходят, знают традиции. Ну, традиции женщины в штанах ходят-то. Ну, когда это была традиция? Да возьми один вопрос, реши. Реши, чтобы ты ни одна прихожанка больше нигде не была в брюках, в штанах мужских. А мужчина, чтобы никогда не носил юбки. Все, не получится. Никаких традиций нету. Все сломали. А у нас все это соблюдается. И поэтому мне легко было разговаривать, а он с чем-то недоволен был. А это никакой роли не играет. Человек сегодня один, а завтра он может быть другой. Поэтому я письма и лжесвидетельства на суде были. Все опубликовал, не скрыл. И они остались. Да как это против вас? Э, нет. Это так рассуждать, тогда вообще ничего не надо. Но он-то желал добра по тем временам. Ну, и вот так и осталось добра. Теперь пусть он сам на это смотрит. У меня одна зашла на форум. И она называлась Адарка. Адарка это, видимо, что-то такое придуманное. И она как начала. Это сволочь. Этот Даниил Сысоев. Гадина такая. Падла. Падла. Туда ему и дорога. И я все это оставил, не убрал. А помолился о ней. И вдруг что с ней было, я не могу отвечать. Она начала исповедоваться передо мной. Что у ней в жизни было. И как она написала. И просит, умоляет, плащет. Уберите, что я говорила. Я сама гадина такая. Как я могла сказать? Я не отвечаю. Это мой ресурс. И она наконец добилась выхода на нашу администрацию. И через нее начала пытаться киской подписываться. Киска. Как кошка какая-то. Уберите, уберите, уберите. Вот понимаете. Люди говорят, не убирайте, а тут уберите. Я знаю, что у Бога все по-другому. И она так и не добилась. Так у меня все и стоит. И она исчезла. Я знаю, что оставить. Вижу так. За деньги там он ляпает, грязь кидается. Этому убрать надо. А когда по-другому, то возможно, что он через это придет сам. Вот говорю. Я был на одном тут съезде. Или как назвать? С коммунистами. И вот они решили тут памятник Сталину поставить. Сталину. Хоть один в Барнауле. А было много их. Насчитали там, допустим, две тысячи с чем-то. И ни одного нету. Все убрали в одну ночь. Где зарыли, никто не знает. Они везде копали-копали. Там и на пустырях. И нигде нету. Это же огромные памятники были. Хрущев зарыл его. И вот здесь. Сегодня он такой, а завтра будет искать, какой я был. В чем я еще не покаялся. Вот поэтому обвиняют там то другое. Надо нет памятники Сталину ставить-то. Меня спрашивают. Ну а как вы думаете-то? Вы же вот претерпели. В ГУЛАГе были. Я говорю. Коммунисты, вы хотите? Конечно. Ну и дайте им возможность эту. Их силы-то пойдут не за оружие брать. Ну пусть они там будут хлешутся около того памятника. Об этом написано в Псалтире. Господи, не порази их. То есть, чтобы были свидетели этого безумного учения сатанинского. Вот и все. Ну я сказал. Я не настаивал. Ну сказал, не трожьте их. Не трожьте. Где-то во дворе они хотят поставить. Ну и пусть они во дворе там хлешутся лбами в этот памятник. Нам-то какое до них дело. А теперь, когда все стало известно, выпускают на Алтае огромные книги. Репрессированных. Реабилитированных. Том за томом. Вот теперь их мы подтащим к памятнику. Это ваши работы. Вы одобряете этого людоеда. Вот смотрите как. Так что не спешите сегодня давать ответы на вопросы, которые вам... И меня сильно упрекают за то, что я говорю о нерюадисах. Да кто такое, я знаю, в Потеряевку поедет? Это Валентина Павловна у нас в Конево говорила. Я говорю, Валю, успокойся. Господь рассудит. А человек приедет, а мы другие. Не надо. Мы должны быть такими, какие есть. Вот так. А вот начинает хвалиться то другое. Это я знаю, кто говорит, у которых ничего за душой нет. Апостол говорит, я более всех потрудился. Я более был в опасностях. Более в гонениях. Более. И почему он все я-я-я говорит? Потому что так и есть. 2.18 якобы. Покажи веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру из дел моих. Вот на этом я стою, когда беседую здесь. Я должен заинтересовать и привлечь. И показать, что в настоящее время можно делать. По любому вопросу. Можно. А эти люди, у которых никого нету, ни друзей никого, они совершенно одинокие. То есть наследия нет. Духовно не родили никого. У меня архиерей как-то говорит, вот вы издали свои тут книги. Там какие они, где он там в Ишиме-то. А мы, говорит, отдавали год назад, у них маленькая как бы типография. Книги эти там у них стоят на полках. И дали сообщение из библиотеки. Заберите книги. Ни один человек их не считает и в руки не берет. А мои книги положили. Я только еще записываю их. А покупатели, клиенты-то, ну считатели-то по рукам. А библиотекарь говорит, да подождите, я хоть запишу. Потом запишите. Он скорее к выходу, чтобы не отобрали. Вот я говорю, так что вы лучший пиопано-затворник, а Игнатия Брещанинова, то есть налепляют на меня. Я ничего этого не говорил. Я же не запрещаю вам их распространять. Почему вы мне запрещаете говорить то, что Дух Святой положил святым отцам и в деяниях апостолов. Вот так. А потом архиерея-то... Ой-ой-ой. Где-то он пишет. А вы знаете, вот вы обвиняете Игнатия в неправославии, как будто другой совсем. Епископом говорит, вам никогда его в этом не обвинить. Он суперправославный. Вы знаете, мы как-то ехали с ним вместе. Я в скуфейке своей, голова замерзала. А Игнатий снял шапку свою и на меня надел вместе со скуфейкой. Вы представляете, какая у него голова? И не мерзнет. То есть я, когда к ним приезжаю, я многому научаюсь. И своим разношу. Это его же слова. Они тоже попадутся. И поэтому я говорю, что 13 лет у нас он был архиереем. Да еще, наверное, 5 лет, если очевидно туда добавить надо. То мы очень благодарны ему. Он нас терпел. И я ему сказал, когда-то день общины был. Я говорю, мы благодарны вам за то, что вы нас не задушили, не убили. А он так глазами смотрит, как так? Ну, я ничего не стал больше говорить. Это главная благодарность. Вложить новое свое он не вложил здесь ни копейки, ни мысли, ничего его не было. Но, когда вот это, когда нету батюшки служения, так называемого апостольского, я ему дал на рассмотрение. Он посмотрел. Да тут все как надо. И то есть, вот это было. Одобрение не задушил. И когда за рубежом было голосование, у них там избирали епископов. Ну и все голосовали. Ну и обязательно 5 епископов за, против. А когда кандидатуру отца Акима предложили, конечно, при условии, что матушка уйдет в монастырь, я говорю, на один монастырь хоть меньше будет. И вот, он на вокзале, там мы вышли во двор, у меня уговариваете отца Акима, чтобы он согласился быть епископом. Я говорю, я могу только уговаривать, чтобы никогда не соглашался. Никогда. Потому что быть тем, кем он есть, вы ему не дадите. Сразу задушите. Так лучше не быть там, чем считать со растригой. Вот так. Отошел пока. В конце жду, не расходитесь, кому это интересно будет. Будет рождаться один полезный ролик о молитве о нас с вами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Лёгкий, какое-то объединение, просто смотрите, пожалуйста, ролик, хотите, кстати, какой-то, да, 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 да. Оля, покажись. Оля, тебя не видно. Мигнула, опять ушла. Включена, да, всё, вижу. Если какая-то ошибка, прям, ну, включай микрофон и говори, я потом отредактирую. Ну, а если там, ну, лучше сначала махни, если я исправлюсь, то тогда можно без, 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 без редактирования она пройдёт нормально. А если уж что-то там серьёзное, бывает, устаю. Помогайте. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», тема «Русский язык», вопрос 2361, том 10. «Был ли за русский язык святой царь Николай II», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Никаких его высказываний относительно пользы русского языка за богослужением нигде не читал и не слыхал. Но есть сведения, что он не был за скорейший созыв собора, на котором было восстановлено патриаршество и избран патриарх Тихон. И поднимались эти важные вопросы. Богослужебный язык в русской церкви. Страница 46. Члены Синода обратились к государю императору с просьбой разрешить созвание собора епархиальных епископов для учреждения патриаршества. Государь Николай Александрович дал принципиальное согласие на созвание такого архиерейского собора. Но при этом предоставил себе созвать собор, когда наступит благоприятное для сего время. Как мы знаем, благоприятное время так и не наступило. И вместо предполагаемого архиерейского собора состоялся поместный собор сразу после крушения монархии. Страница 51. Государь, цитата, удерживал и не дал своего согласия не из-за каприза или амбициозности, но как человек, одаренный свыше, способностью слышать волю Божию. Ему были известны господствующие в то время настроения. И можно лишь удивляться стойкости этого человека, не поддавшегося на пагубный шаг. То, что решения грядущего поместного собора по замыслу многих его участников должны были изменить весь строй церковной жизни, несомненно, как и то, что промыслом Божьим этому не дано было сбыться. Плач Еремии 4.20 Дыхание жизни нашей. Помазанник Господень пойман в ямы их. Тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. Премудрость Соломона 6.5.8 Страшно, и скоро он явится вам, и строг суд над начальствующими, но начальствующим предстоит строгое испытание. 1 Царство 15.11 Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил. Не бойтесь, не страшитесь самозванцев, толкующих писание произвольно. Без компаса, без карты мало шансов достичь до цели по путям окольным. Их кушанья, сектантские трапезы, с отравленным вином в больших сосудах, всех распалят и не отпустят трезвым. Вдруг померещится придерзостное чудо. Перед тобой по этой же тропе в такой же эйфории шли по кругу, за руки взявшись, стали хором петь, похвальные слова раздаривать друг другу. Они не церковь, эмиссары смерти, заморских, доморощенных идей, умеют сходу шапки сбить и убедить поверить, что проповедник их спаситель, не злодей. Народ священников держали в темноте и ничему не научили вовсе. Теперь, чтобы вырвать их оттуда, нужно попотеть. Борьба идет за души и за кости. Беснуются эстрадные артисты, сектантские актеры с микрофоном. Все на столах заблеванно, нечисто, бороться с нечистью не иноком сафона. Страшнее сект у нас, где проповеди нет, там поприще эритикам готово. На богослужениях свечи нечистый свет, лосяницей натянута на слово. Бьет колокол, глухим поперепонкам, дешевым ладаном обкуренные спят. Из взрослых сделали игрушку для ребенка. Трубил я сорок лет о том и протрублю опять. С Иисусом нашим, словом воплощенным, Кошмар церковный сможем одолеть. Вновь окрестить испорчено моченых, Чтоб с мертвым батюшкой самим не околеть. 17 июля 2004 год, Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Рукописи горят, где горят. Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 10. Вопрос. 2393. «Сколько лет я ходила в Покровский собор, Но так ровным счетом ничему и не научилась, Хотя выстаивала все службы при больных ногах. Сейчас хожу к адвентистам и столько узнала полезного для души. Разве нельзя было сделать службы более понятными?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Этот вопрос стоял перед многими и давно. Вот что опубликовали недавно сторонники Мертвого церковно-славянского языка В книге «Богослужебный язык русской церкви». К. П. Победоносцев «Сокращения богослужений давно уже указаны потребностью приходской жизни И допускаются повсюду на практике в мере соответствующей потребностям жизни Местному обычаю и желанию прихожан». Ощущаемая на практике отяготительная продолжительность богослужения Происходит от чрезмерного усиления внешней обрядности. Немалая вина в этом деле лежит на диаконах. До чрезвычайности растягивающих богослужения и щеголяющих голосом, Который у неискусных и невнимательных нередко превращается в рев, Нарушающий тишину и благоговейное настроение собрания. Растягивая до крайности произношения иктинии, чтения апостола и евангелия, Такие диаконы нередко превращают церковную службу в какое-то лицедейство, Отвечающее вкусу одних невежественных любителей чрезвычайного крика. В особенности это искажение служебного чина проявляется в соборных храмах, Куда нарочито привлекаются, особенно на праздничные дни, Прото-диаконы, поражающие своими голосовыми средствами. А архиерейское служение, изобилующее обрядностью, Подобные диаконы отягощают до крайности. Крайняя небрежность диаконов в произношении иктинии, С привычкой спешить и глотать целые слова и фразы, Равно как и небрежность причетников в чтении, Не только искажают службу, но и лишают ее молитвенного значения, Превращая в бездушную механику. Максим Грек, восхваляя усердие русских к церкви и набожность, Горько печалился о том, что эта набожность выражается лишь во внешней обрядности И внешних украшениях церкви, Не отражаясь в нравах, в жизни и деятельности в церковном благочине. Постановления собора без сомнения обращены были к исполнению, Но не видно, чтобы привел к прекращению церковных неустройств, Ибо в течение всего 17-го столетия повторяются и на соборах, И в местных распоряжениях епископов жалобы на те же неустройства И о поставлении на приходы обученных священников. Но и взять последних было неоткуда. И училища при церквах, коих требовал стоглав, не заводились. Священнические места нередко передавались по наследству, Иногда совсем безграмотным, знавшим только по памяти необходимые молитвы, Хотя по правилам запрещено было рукополагать неумеющих читать. В сельских приходах нередко знающим службу и грамоту считался только дьяк, Он же и писарь, превратившийся после в дьячка. И патриаршее правление не принесло существенных улучшений ни науки, ни благочиния. Богослужение все превращалось во внешнюю обрядность, Доходившую до того, что службы совершались многогласно, То есть на разные голоса совместно учитывалось и выпивалось все В беспорядочном шуме язычном, Лишь бы только никакая часть устава не оставалась невыполненная. И с этим безобразием боролись церковные власти в течение многих лет, Доколе не прекратилось наконец многогласие. Но наряду со всем этим безобразием Увеличивалась повсюду в соборных храмах и в архиерейских служениях Обрядность, пышность и продолжительность богослужения. Известные записки о пребывании в Москве антиохийского патриарха Макария Представляют подробную картину праздничных богослужений, Длившихся по восьми и более часов, Картину, поражавшую азиатскую пышностью облачений и изобилием обрядностей. Все мнения настаивают на непонятности богослужебного языка для народа. Так, богослужение, внимательно исполняемое, Служит у нас само по себе единственную и самую действенную школу закона Божия для народа. Темнота некоторых песнопений зависит не от языка, А от тяжелой конструкции греческой фразы, Выражающей восторженную молитвенную хвалу, Или имеющей таинственное значение. Перевод 70 не считали богодухновенным Ориген, Иероним, Митрополит Филарет и другие. Златоуст о нем не упоминает даже. Русский перевод Библии с еврейского, а не с греческого 70 является молчаливым игнорированием текста сего. Первое послание к Коринфянам 14.19 «Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, Нежели тьму слов на незнакомом языке». Ниеме 8.8 «И читали из книги и закона Божия внятно, И присоединяли толкование, И народ понимал прочитанное». Первое Коринфянам 14.11 «Но если я не разумею значения слов, То я для говорящего чужестранец, И говорящий для меня чужестранец». «Незнание бесполезного есть знание, Что дом твой заперт от чужих гостей. Не худо, если не войдет к вам Каин, Дух злобный, что зовется Асмодей. Полезное приобретает за деньги, На вечное отдай и серебро, и злата, Что неожиданно целительно заденет, Качнет в упор сегодняшним пилатам. Придется время оторвать от сна, Усталость отодвинуть, укрепиться, С трудом допустит это сатана, Не допуская Богу поклониться. Перелопатить там, где слышал, Есть зерно, завалы из чужих Смешных историй, найти среди мусора Полезное кино, где, привлекая к Богу, Смотрят в корень. Писатели, артисты, режиссеры За заработки бьются, извиваясь. Заказ масонов нам поставить шоры, Путь до гиены прочертил их палец. И не желай, чтоб посмотреть те фильмы, Где путь христианину не показан, Там воздух зараженный сексапилен, Волной зловонную стал и экран заразный. Вдыхайте полной грудью чистый воздух Евангельских сюжетов и коллизий. Примеры все библейские на пользу, Духовные они и нам сегодня близки. Зачем же тратиться на выдумки и сказки Блудливых суесловов заграничных? Их лицедейство приросло к их маскам. Послушаем христовы словеса и притчи. Сегодня телевизор злейший враг. Рогатый развратитель молодежи, Ревнители их сбросили во враг, С кем поведемся, на того похожи. 5 сентября 2004 год. Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русский язык». Том 10. Вопрос 2395. Вы говорите, что нужно молиться своими словами и по псалтире в русском синодальном переводе. Какие у вас мысли бывают, когда на молитве читаете псалтирь? И как войти в смысл и дух слов псалтирия, когда ее читают и о живых, и о мертвых? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Филиппийцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Лучше солнцу прекратить шествие свое, нежели оставить псалтирь. Великая польза поучаться из псалтири и читать ее прилежно. Все книги божественные нам на пользу и доставляют печаль бесам, но ни одна из них так, как в псалтирь. Да, не неродим. Молитва должна быть напряженной и усердной. Если долго не отвечает Бог, то для твоей пользы. Он знает, что если получишь, то отойдешь. Молитва за врагов умилостивляет Владыку. Делаемся подобными Богу. А если за друзей, то как мытари, ибо и они любят любящих их. Молитва – воздух для души, противоядие против грехов. Зимой большую часть ночи посвяти молитве. Боясь, чтобы демоны не похитили все, будем непрестанно молиться. При потере и ущербе повторяй. Бог дал, Бог и взял. Повторяй это и угодишь Богу. Бог особенно тогда склоняется к нам, когда не другие, но сами молимся. Исаак молился о неплодстве ревеки 20 лет. Мы же 20 дней не молились. Я уже говорил, что многие, зевая, потягиваясь и оглядываясь назад, стоят на молитве. Многие просят Бога покарать врагов. Итак, одни небрежением, а другие ревностью губят себя. Учит дьявол и добивается своего. Ударишь ли ты раба пред его господином? Ты бьешь раба господня перед ним. Помни свои грехи, бичуй себя. А ты, человек, и сам не слышал себя, о чем молился. Молись часто, лежа на постели, ни о чем не думаешь. А здесь, на молитве, тысячи мыслей одолевают. Совершенно невозможно впасть в грех постоянно молящемуся. Пламень, вознесенный в молитве, поможет одолеть страсти. Часто повторяя молитвы, согревая и промежутки. Молитва против врагов уподавляет пьяной, бешеной старухе и дерзкой. Молитва за врагов делает язык ангельским. Не уступай первенства в молитве прочей твари, солнцу, птицам. Встань раньше и прославь Бога. Предающийся сну потопляет свою ладью. Если просить ненужного, то и праведника Бог не услышит. Молитва святых имеет великую силу, если и мы содействуем им сами. А у нас молитва прерывается от всякого стука, шума. Илия не зевал подобно нам. Иоанн Златоуст, том 1, стр. 526, том 2, стр. 327, 410, 454, 833, том 3, стр. 42, 326, 368, 371, 469, том 4, стр. 816, том 5, стр. 11, 38, 59, 67, 239, 403. Псалтирь – одна из 77 книг Библии. Она богодухновенна. Но вот я внимательно читаю субботний псалом 103 и ничего не могу в нем найти. Чего бы я не знал до прочтения этого псалма. И мог бы сам так же написать, и другие написали бы не хуже. И даже более объемно, более всеохватно. Но дело-то в том, что это все, что это здесь все до буковки от Духа Святого. И поэтому эти слова имеют нечто, чего ни один поэт, даже более талантливый, чем Давид, заложить не сумеет в свои шедевры. Может и будет даже, но не канонизированные стихи, я на молитве поостерегусь читать с таким же постоянным упорством и желанием. Здесь авторитет Библии и самого Господа Бога. Потому мои верши, они может быть лишь слабый отблеск в тумане рассвета. Апсалтирь – солнце яркое и незаходимое. Пророчество сам по себе человек не сможет выдать. А вот так написать, чтобы врагам моим поотрубал голову Бог, чего тут-то не сказать. Но дело в том, что апсалтирь не идет на конкурс литераторов. Она утверждена властным повелением небесного монарха и еговы. И вот что говорит апсалмах сама Библия. 1 Парапоменон 16.7 В этот день Давид в первый раз дал псалом для словословия Господу через Асафа и братьев его. Псалом 97.5 Пойте Господу с гуслями, с гуслями и с глазом псалмопения. Евангелие от Луки 20.42 А сам Давид говорит в книге псалмов, «Сказал Господь Господу моему, сиди о лесную меня». Евангелие от Луки 24.44 «И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах». Деяние 1.20 В книге же псалмов написано, «Да будет двор его пуст, и да не будет оживущего в нем, и достоинство его да не приимет другой». Деяние 13.33 Вот опять, не приимет другой, где ты нету взял, то опять. Если не есть, выбросит, если нету, странно. Господи помилуй. Заново. Понятно. Деяние 1.20 В книге же псалмов написано, «Да будет двор его пуст, и да не будет оживущего в нем, и достоинство его да приимет другой». Деяние 13.33 Как и во втором псалме написано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Иакова 5.13 «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится, весел ли кто, пусть поет псалмы». Ефесянам 5.19 «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Колоссинам 3.16 «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякую премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Давид много страдал от врагов и уповал только на Бога. В этом он мне близок, и я легко вхожу в его состояние и в дух его молитвы. А мертвых нет ни одного псалма. Если читать над мертвым, то только для вразумления стоящих или спящих возле гроба, кто еще в телесной кожуре. Подобие желанно только в Боге, не может надоесть или наскучить. Хочу похожим быть на веник у порога, безмолвным, дружным, делая как лучше. Подобная жена у мужа спящего. Ему Бог Иегова готовит из ребра. Двум теннисистам поровну по паре мячиков тысячелетия борьбы, семейных драм. Характеров подгонка и шлифовка, измена, ревность, склоки и убийства. Все начинается так часто до помолвки и рубят пальмы порченые и винограда кисти. Ты хочешь, чтобы наши домочадцы, жена и дети и твои соседи похожи были на тебя хоть частью? Тогда от них к нам не прибудут беды. Скажи преступнику, любому мафиозе, что все и всюду на него похожи. Что станется и с ним? Поджоги и угрозы он распрощается с благообразной рожей. А дружбу каждый, Библия гласит, так направляет, чтобы друг и близкий похож был на него. Да ты умрешь с тоски, программа деятельности, заморгав, зависнет. Когда же мы похожи на Творца, его проект всемерно охраняем, отображает солнце в капельке роса. Когда нам Бог, кормилец, друг и нянька, из Вечной Библии берем мы образец и подчинение глаголам Иеговы. События в его руках резец, он видит не в одеждах нас, а голых. И подгоняет, отсекая с болью, наросты, похотения и излишки. Оригинал сценария, соединяя с ролью, подобие свое он в книгу жизни впишет. 5 августа 2004 год, Игнатий Лапкин. А смотри, Игнатий Лапкин читает. На сегодня все. Сергей, оторви и все, и по-новому запусти. Готовы? По-новому оторвал? Снова начни, снова выключи все, и тогда заново всех набери. Отдельный ролик сделать. Виталий, открой то место, где написано, чтобы молились тайно, не на показ. Сейчас, закрой за собой дверь и прочее. Матфея, 5-6 главы. А зачем же заново-то заводить-то, не пойму. А ты сделай, потом поймешь. Это отдельный ролик будет совершенно, не к этому прилепленный. Он заботится о своей записи, Сергей, а не о твоей. Ну, пускай он все закончилось. Сим-то закончилось, пусть выходит, а потом заново собрать. Я его записи не трогаю. Нет, вы не поняли. Я говорю, Сергей объясняет, что Игнатьич хочет создать у себя свой ролик отдельно. Отдельно ролик. Он по-другому будет иметь дело. И так назовем. То есть ты сейчас выключи, а заново зайди на него. Да. Здесь же в группу. Выключить надо. Игра. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...